В одном из выпусков патрульной службы мы рассказывали о демонтаже мемориальных досок на здании медицинского университета. Таким образом исполнено представление прокуратуры Центрального района Твери о приведении в соответствии с действующим законодательством о размещении мемориальных досок. Представление было вынесено 20 октября 2019 года. Прокуратура Центрального района Твери разъясняет, не найдены документы, подтверждающие, что поляков заключенных из Осташковского спецлагеря расстреливали именно в здании по улице Советская 4, как сказано на мемориальной доске. Когда прокуратура вынесла представление о снятии незаконно установленных табличек, общественный деятель Максим Кормушкин, узнав, что одну из них изготовила польская организация «Катынские семьи», через СМИ предлагал ей приехать и забрать их собственность. Но с польской стороны никаких откликов не последовало. Мы готовы обеспечить достойное хранение этой таблички. И в случае, если выйдет какие-то представители, законные владельцы этой таблички, или какие-то организации, готовые взять на себя ее, так сказать, экспонирование, дальнейшую судьбу, потому что мы готовы передать. Дело в том, что хоть эта табличка была незаконно установлена на здании Медакадемии, не имея никаких исторических на то оснований, но она сама по себе представляет собой уже исторический память, исторический памятник фактически, реликвию. Как мы сообщили, после демонтажа одна из табличек оставлена в медицинском вузе. Вторая, польская, находится на временном хранении у Максима Кормушкина для передачи польской стороне. Я, например, считаю, что у нее достойное место есть и на мемориале Медное, с определенным комментарием, с определенными, так сказать, пояснениями, что это за табличка, откуда она взялась, как была повешена, как она была снята. Исполнение решения прокуратуры вызвало неоднозначную реакцию в обществе. К Кормушкину стали поступать множество звонков. Один из звонивших, по нашим данным, угрожал физической расправой в случае отказа вернуть табличку. Нашлись и те, кто стал писать письма в различные инстанции с требованием найти демонтированную польскую табличку. Сегодня, 14 мая, Максим Кормушкин показал нам эту самую табличку. Ну вот она у меня находится в гараже, значит, в целости и сохранности. Вот тут при демонтаже отломили кусок. Он у меня есть тоже. То есть можно даже реставрировать, если надо. Все на месте. Теперь, говорит Кормушкин, он ждет звонка или письма от представителей котынских семей, которые и устанавливали табличку. Ну, письмо в посольство Польши я написал. Ну, где-то месяц надо ждать положено по общепризнанным таким срокам. Ну, как бы где-то месяц, какой-то реакции. На все выпады и претензии в свой адрес Кормушкин еще раз заявляет. Польская мемориальная табличка в целости и сохранности. И отдадут ее только законному владельцу.